И еще один очень важный для нашего округа документ рассмотрели в столице региона. Речь идет о проекте федерального закона о господдержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Чтобы гарантировать ее как можно большему количеству представителей КМНС, законопроект подвергли детальному анализу. Законопроект о господдержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начали разрабатывать по инициативе депутатов Думы Республики Саха-Якутия еще в начале прошлого года. Но в формулировке закона прописано, что помощь от государства в рамках этого закона будет оказываться только тем представителям КМНС, которые ведут кочевой образ жизни. С нашей точки зрения получается, что у нас не только есть кочевые, но и в рамках нашего оригинального законодательства есть ведущие полукочевой образ жизни. И в ряде субъектов, насколько мы знаем, есть и оседры, те, кто как раз занимаются сферой оленеводства. Всего в нашей стране в 28 регионах проживает около 40 малочисленных народов. И изменение в формулировке закона позволит гарантировать господдержку большему количеству представителей КМНС. Поэтому рекомендовано заменить слова «ведущий кочевой образ жизни» на «ведущий традиционный вид деятельности». Если не вносить таких изменений, то это не пойдет на пользу. Это ведет, может быть, даже определенный раздрай между коренными учителями и народами, потому что одни будут в какой-то мере защищены. Государственная поддержка будет. А с точки зрения чиновничей, кочевого образа жизни нет, о какой поддержке вы говорите? На что претендуете? В заключении обсуждения будущего закона предложено учесть все замечания и поправки, а также провести слушание по законопроекту в Совете Федерации. На заседание определили место и дату проведения следующего заседания Комитета парламентской ассоциации. По предложению заместителя председателя постоянной комиссии по законодательству, международным, региональным и общественным связям ЗАГС Собрания Ленинградской области Татьяны Павловой, следующая встреча парламентариев пройдет в октябре текущего года в Ленинградской области.